Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем писать сайт и уже написали форму. Но я не думаю, что вы начали разбираться в формах. Давайте поставим задачу, чтобы мы с формами были на «ты». То есть разобраться таким образом, чтобы мы свободно владели документацией по формам и свободно писали. Опираясь на документацию. Теперь давайте разбираться, как поступать. Для тех, кто начал с этого видео, на канале есть плейлист «Джанго. Пишем сайт с нуля». В описании этого ролика будет по минимуму два видео. Именно какой сайт делаем, посмотрите, да. То есть там все рассказано. Сложный сайт. И видео 48. Зачем нам кид будет здесь, вы сейчас сами поймете дальше. Итак, сначала давайте разберемся, чего мы сейчас делали и как нам двигаться дальше. Цель, помните, чтобы разбираться с документацией. Мы с вами до этого, это опять информация для новых, но вообще-то уже много чего прошли. Ну, теперь так. Итак, смотрите. Мы начали писать блог и уже создали модель для записи. Не модель, создали модель и по нашей модели создали форму из модели. Главьюхи. Но на самом деле здесь содержится всего пять строк. Просто я хотел показать, что «Джанго» очень, значит, как правильно сказать, очень крута, поэтому она все сделала за нас. Остановиться на этом было бы неправильно, потому что после этого кода в формах вы точно разбираться не будете. Мы пошли немножко дальше. Я вас попросил создать еще одно приложение, абсолютно такое же, чтобы потренироваться. И там мы из той же модели нашей, только назвали ее по-другому, сделали уже форму по-другому. Сделали форму... Уже создали файл файл forum.spy. В нем сделали форму из модели, учитывая то, что мы дальше уже написали форму как функцию и расписали, разобрали каждый фрагмент. Да, вы немножко больше разобрались, но на самом деле этой информации тоже мало. Вы сможете повторить форму на классе, сможете повторить форму в представлении, но разбираться в формах вы все равно пока не будете. Давайте это устранять. Если мы посмотрим на документацию, то в принципе нам начинает... Документация, кстати, написана не для новичков, документация написана для людей опытных, иными словами, кто в ней разбирается. Но к документации вы уже должны были попривыкнуть. Мы уже долго довольно работаем, опираясь на документацию с другими вещами. Но чтобы нам разобраться в форме, нам надо еще кое-что пройти. Поступим мы следующим образом. Мы с вами... Мы с вами создадим просто форму, которая не будет из модели. И постараемся рассмотреть настройки формы. Ведь именно есть же какие-то настройки. Логично, что они есть. Иными словами, нам надо немножко будет поработать с... ...фором API. Но, как мы видим, есть еще один пункт. Полный о моделях. Именно здесь и находятся настройки. Нам надо все это связать в голове. С одной стороны, можно было бы поступить следующим образом. Просто прогнаться по API, но опять получается пробел. В чем? Пробел получается в том, что... Мы то API знаем, а как это выглядит в форме, не знаем. Почему надо все-таки вот эти API будет нам прописать в самой форме? Чтобы увидеть, как это применяется на практике, и как это выглядит. Ну, воочию. По сути дела, уже на этом этапе у нас начинает кое-что складываться. Мы начинаем, наконец-то, API складываться с полями, с самой формой, и так далее. И разбираться. Хотя я забегу вперед. С одной стороны, в большинстве случаев многие бы сказали, это работа излишняя. Абсолютно для тех, кто хочет просто копировать по шаблону, это нет. Для тех, кто хочет программировать, это не излишняя необходимая работа. Абсолютно верно. Мы и далее будем в основном работать с формами из моделей. Но ведь на самом деле там намного больше, чем мы написали. И часть этих знаний нельзя понять, не пройдя материал по самим формам. Теперь у нас получается небольшая проблема, которую надо решать абсолютно срочно. Смотрите. Ведь в нашем проекте мы уже создали приложение, которое мы не планировали, дискуссии. Оно такое же, как блок, но единственное, мы там начали уже планировать некие вещи другие. Но при создании сайта вы его, конечно, можете включить, но мы его не планируем. А дальше нам понадобится, допустим, загрузка файлов, а дальше еще какие-то библиотеки. И все надо потренировать. И если мы будем делать это в часовом проекте, он превратится в кавардак. Значит, надо какой-то выход. Выход есть. Вот сейчас я и сказал, посмотрите обязательно видео 48, которое называется «Зачем гид новичку?». Вот это и есть наш выход. Мы с вами подключим гид, научимся пользоваться. Научимся пользоваться, как бы между прочим, иными словами, на совершенно живом проекте. Это лучше всего доходит по ходу. Поступим следующим образом. Во-первых, создадим репозиторий на Bitbucket. Сразу говорю, на GitHub абсолютно все немножко по-другому называется. Но работа с гид везде одинаковая. Абсолютно одинаковая. Гид работает, все команды одинаковые. Поэтому, я думаю, посмотрим потом и GitHub. На Bitbucket просто можно создавать бесплатно приватные репозитории. А когда вы будете делать свои проекты, они вам точно понадобятся. Поэтому мы с вами разместим наш проект на Bitbucket. Но в начале я бы рекомендовал, да, как я говорил, мы будем создавать ветки. Вот как сделано здесь. Как я в видео рассказывал, да, будем создавать ветки. Иными словами, ветка – это точная копия нашего проекта, в которой мы можем делать. Но ветка – это совершенно независимый проект, который мы можем расширять, который потом можем слить с основным проектом, либо вообще удалить. Ничего об этого не пострадает. Но в любом случае, я буду вам рекомендовать. Сначала мы поступим следующим образом. Создадим репозиторий, разместим наш основной проект репозитории, а потом клонируем его в абсолютно другую папку. Зачем мы это сделаем? Потому что пока вы будете тренироваться с гид, чтобы не накосячить в основном проекте, а пока будем тренироваться, мы будем в клоне этого проекта тренироваться. Там будете учиться создавать ветки и так далее, и так далее, водить команды, тупить. В конце концов, если у вас что-то не будет получаться, то можно просто удалить и сделать все по-новому. Как только вы поднатореете и поймете, что у вас все получается с гид, а оно обязательно получится, то, в принципе, ветки уже можно будет создавать в частном проекте, когда вы уже будете знать, что ожидать от той или иной команды, и как разрешать все конфликты и все прочее. Мы все будем проходить по ходу. Тогда в основном. И, по сути дела, потом можно переместить эту папку в ветку дискуссии, а здесь уже дальше пойти работать. По итогу у нас получается следующая картина. Следующая картина. Каких целей мы должны достигнуть? Ну, первую цель, которую мы ставим, я ее уже озвучил, просто подведу итог. Основно, если тот, кто смотрит курс, мы постоянно опираемся на документацию. Это наша основа. Документацию надо еще и понимать, и понимать, как применять. Поэтому с ней надо работать. И работать, как я показал. И разрешение конфликтов, чтобы нам не наделывать в частовом проекте новых папок с новыми какими-то вещами, а потренироваться надо, мы с вами начнем использовать гид. Вам понравится. С другой стороны, если вы его полюбите, и потом будете всегда использовать. Будем вначале работать в командной строке, потом вы установите приложение. Вообще, в Vision Studio VS Code, то есть в Studio Git, есть по умолчанию, но есть еще достаточно много хороших библиотек. Git Lens и многие другие. И со временем вы уже, если захотите, сможете пользоваться и графическими интерфейсами. Но я рекомендую первое время с Git работать только в командной строке, чтобы понять, что есть что и что что делает. Тогда абсолютно действительно хорошо можно использовать и графические интерфейсы. Но это плохая практика, сразу говорю. В графическом интерфейсе можно посмотреть там какие-то информацию по веткам, ну где-то что-то, когда быстро. Но на самом деле лучше работать как можно больше с командной строкой. Это правильно будет. Программист должен все проходить пальчиками по клавиатуре. Не ищите путей побыстрее. Ищите пути, которые вас будут приводить именно к результату. А на этом построен наш курс. Все, ребят. Значит, еще такой момент один для людей, которые начали с этого видео смотреть. Обратите внимание, здесь на листе первое видео. И тут, да, абсолютно бесплатные уроки. 41, по-моему, урок, где мы просто занимаемся только практикой. Но если вы посмотрите на сайт, то это вот здесь. А начало джанга совершенно раньше. И архиважные вещи. Общее понимание жанга. И есть вещи, которые надо, которые я рекомендую постичь до написания сайта. Ну, какой же мы будем, как мы себя будем чувствовать программистами. Если вы хотите, как большинство, то, конечно, делайте, как хотите. Но я рекомендую следующее. Ведь, смотрите, мы пишем сайт. Это уже серьезное, да, такое действие. Но если мы пишем сайт и начинаем раздумывать, а как же нам написать URL, начинаем где-то рыться в интернет, то, конечно же, это не написание сайта, это называется мучение. Второй момент. Если мы не имеем представления о самих представлениях, самих мы пишем, работая в основном с классами, потому что это удобно, действительно, джанга здесь профессионально все делает. Но мы четко не понимаем, как работают классы в джанга, то это, в принципе, тоже мучение, угадывание, но никак не программирование. Поэтому есть вещи, которые надо изучить до создания сайта, потому что ими нам приходится потом размышлять, иначе никак. Почему в этих уроках мы, вы здесь модели не видите, но на самом деле в процессе мы изучаем и модели, и связи с моделями, и API моделей. То есть, по крайней мере, мы входим в джанга. И уже когда мы начинаем писать сайт, мы уже готовы делать вещи немножко больше. Все, ребят, все получится, вперед!